Всем привет! Сегодня приготовим вот такой очень красивый и вкусный пирог. Мягкое тесто, сочная, вкусная начинка. Но что еще нужно? Сейчас все подробно расскажу. Как обычно, вначале сделаем опару. В 250 миллилитров теплого кефира добавим столовую ложку сахара. Сюда же я добавляю 15 граммов прессованных дрожжей. Если у вас дрожжи сухие, 1 чайную ложку добавляйте и будет достаточно. И еще можно сюда ложечку муки. Перемешаем и дадим постоять минут 15. Если у вас на кухне тепло, то этот процесс пройдет быстрее. Сейчас осень и на кухне уже не так жарко. И когда дрожжи активировались, отправляем их в муку вместе с кефиром. Сюда же пол чайной ложки соли, 6 столовых ложек растительного масла, 1 яйцо, замешиваем мягкое тесто. У меня ушло 500 граммов муки. Тесто получается достаточно жидкое, такое мягкое-мягкое и липнет к столу. Чтобы этого не происходило, я смазываю столешницу маслом растительным и вымешиваю тесто. Когда его хорошо вымесили, вот такое вот мягкое, говорят даже как мочка уха. Отправляем его в чашку и дадим ему расстояться примерно час, чтобы тесто увеличилось вдвое. Пока тесто растаивается, займемся начинкой. 2 луковицы я мелко порезала и обжарю сейчас до золотистого цвета на растительном масле. Как только лучок приготовится, добавляем 300 граммов фарша. У меня смешанный фарш, свинина с курицей. И обжариваем его практически до готовности. Если говядина, то потушите подольше на медленном огне. Осталось только посолить во вкусу. Добавить черного перчика. Вот так от души. Перемешиваем и остужаем начинку. Тесто отлично подошло. Посмотрите, какое пышное, хорошее. Достаем его, слегка обминаем и делим на 2 равные части. Из теста катаем вот таких 2 колобочка и даем им расстояться минут 10. Накрываем влажным полотенцем, чтобы тесто не заветрило. С отдохнувшим тестом всегда удобнее работать. Каждый колобочек наш раскатываем в круг. Тесто настолько нежное, что оно, конечно, к скалке пристает. И чтобы удобнее было с ним работать, я накрываю его пленкой и вот так раскатываю. Толщина примерно полсантиметра. Видите, насколько удобнее так работать. У нас получилось 2 вот таких заготовки. Одну я еще оставляю накрытой пленкой, а на второй делаю такую разметку. Это для того, чтобы нам было удобнее работать. В середину я выкладываю фарш. А по краю выкладываем тертый сыр. Где-то 100-150 граммов. И теперь аккуратно сверху накрываем второй нашей заготовочкой. Сейчас примерюсь. Оп! Отлично! Сначала скрепим края. А затем, сделав на куполе небольшой надрез, обожмем вот так вот серединку. Так, чтобы соединилось тесто между фаршем и сыром. Перекладываем заготовочку на противень. И надрезаем вот такие лучики. Каждый лучик вот так вот разворачиваем. Так, чтобы сыр оказался сверху тоже. Даем нашему солнышку расстояться минут 15-20. Я накрываю пленкой. Сверху смажем желтком, чтобы пирог был действительно солнечный и красивый. Пирог можно оставить и так. Можно посыпать кунжутом. А я хочу сверху посыпать маком. Он будет очень красивый и интересный. Духовку я уже разогрела до 180 градусов. Запекать будем пирог при такой температуре минут 30-40. Ориентируйтесь на свою духовку. В принципе, начинка у нас вся готова. Ничего там такого, что не пропечется, нет. Главное, чтобы пропеклось тесто. Пирог получился на славу. Посмотрите, какая красота! Остужать такой пирог даже и не нужно. Все-таки там же мясо и сыр. Нарезаем. Очень хорошо, кстати, нарезается. Но кусочки, друзья мои, накормят любого. Достаем. Вуаля! Вкусно и просто. Какая-то птичка даже у меня получилась. Пирог отличный. Если мяса дома мало, то можно смело добавить в начинку еще и картофель. Нарезать его тонкой соломкой и даже готовить вместе с фаршем не нужно. Ну, или, по крайней мере, сделать это очень быстро. Угощайтесь, друзья мои! И приходите в гости к нам еще. Будет что-то вкусное! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!